Это лайф, жизнь сама подкидывает нам новости. Министерство обороны России назвало терактом атаку на российский вертолет в Сирии. Заявление сделал начальник главного оперативного управления генштаба Сергей Рудской. Сегодня совершен террористический акт, в результате которого был сбит российский военно-транспортный вертолет Ми-8, возвращавшийся после выполнения гуманитарной миссии по доставке продовольствия медикаментов жителям города Алеппо. По имеющейся у нас информации, вертолет был сбит с земли над районом, находящимся под контролем вооруженных формирований террористической группировки Джабгат-Ан-Нусра и примкнувшим к ним отрядом так называемой умеренной оппозиции. Боевики сбили вертолет Ми-8 в провинции Идлеп. На борту были три члена экипажа и два офицера из российского центра по примирению враждующих сторон. Группа выполняла гуманитарную миссию, доставила груз с помощью в город Алеппо и после возвращалась на авиабазу в Ми-Мим. По предварительным данным, выживших в авиакатастрофе нет. Пилоты пытались увезти машину от населенного пункта, чтобы избежать жертв на земле. Они погибли как герои, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле выразили свои соболезнования родственникам военнослужащих. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Камаедов заявил, что Россия найдет, чем ответить на это преступление. А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала эту очередную атаку подлой и выгодной тем силам, которые хотят продолжения войны на Ближнем Востоке. Перетолет, напомню, упал вблизи поселения Теля-Султан. В районе действует в том числе и группировка Джейш-Альфатх. На Западе эту организацию приравнивают к так называемой умеренной оппозиции. На что способна эта оппозиция с оружием в руках, она в очередной раз продемонстрировала сегодня. По данным нашего корреспондента в Сирии, вертолеты могли сбить из установки противовоздушной обороны иностранного производства. Ситуация вокруг сирийского Алеппо сейчас остается напряженной. Именно в этой провинции идут самые кровопролитные бои между правительственной армией Сирии и боевиками. Войскам удалось взять под контроль главные трассы, по которым террористы получали подкрепление. А в конце июля сирийские власти при поддержке России начали масштабную гуманитарную операцию в Алеппо. Для мирных жителей и тех боевиков, которые сложили оружие, открыли несколько коридоров. Населению помогают продуктами, оказывают медицинскую помощь.